Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Снова мы с вами анализируем основные события, которые случились на прошедшей торговой сессии и смотрим вперед на тот фундамент, который впереди, исходя из содержания и суть экономической повестки. Поскольку сегодня у нас долгожданный четверг, максимум внимания мы, безусловно, уделим британской валюте, потому что целая куча отчетов будет посвящена этому инструменту и, точнее, если сказать, той политике, которая впоследствии будет реализовываться британским регулятором. Первый отчет, на который мы обратим внимание, это данные по промышленному производству. Они будут опубликованы фактически через час с небольшим, но это будет, скажем, для разогрева только, потому что основной фундамент будет позже, в 14.00 по московскому времени. Нас ждет решение по процентной ставке, нас ждет решение по объему выкупа активов, пересмотренные прогнозы по экономическому росту, по инфляции. И нас ждет детализированная картина по расстановке сил, того, сколько представителей Банка Англии из 9 голосующих членов выступают за то, что политику нужно ужесточать. Безусловно, друзья, долго мы ждали уже это событие, потому что фунт своей динамикой последних недель явно настроил нас против себя, потому что те распродажи, которые мы наблюдали, стали следствием абсолютно потерянной уверенности в том, что Банк Англии будет что-то делать, либо корректировать, менять процентные ставки, да и в целом политику. Сегодня мы должны убедиться в том, какой вектор все-таки остается основным для Банка Англии. И я считаю, друзья, то, что сегодняшняя торговая сессия может оказаться переломной для британца, разворотной в прямом смысле, переломной для того тренда, который был развит в последние недели. И позволит на рынок снова вернуться покупателям, к которым относятся многие трейдеры, в том числе и я, продолжаю делать ставку на, собственно, британскую валюту о фунте. Пару слов еще будет сказано, но особенно детально мы поговорим уже о нем завтра на брифинге, который, как и всегда, состоится в 9.30 по московскому времени. Помимо статистики по Англии, сегодня очень важным будет отчет по индексу потребительских цен, то есть инфляции в США. Этот релиз точно такое же значение имеет для перспектив, собственно, политики американского регулятора. Собственно, точно такой же, как показатели инфляции, имеют большое значение для будущих решений Банка Англии по тем ставкам, которые будут в последствии. Но, возможно, доллар для нас имеет большее значение, потому что доллар – это костяк всего рынка Форекса. Британец, да, интересует нас, потому что мы спекулируем на фунт, но основную картину нужно, прежде всего, понимать, потому что происходит по доллару, по американской экономике. И с точки зрения этих действий, которые предпринимаются в Федрезервовом, касательно роста и изменения процентных оставок. Поэтому в 15.30 по московскому времени сегодня пойдет очень мощное движение и по доллару. Вот опыт уже накопленный исторически тому, как реагирует та же самая пара доллар-иена на выход данных по инфляции, позволяет нам рассчитывать на то, что влатильность будет не меньше 50 пунктов. Сейчас данные по инфляции имеют еще большее значение, потому что мы получили множество сигналов от ФРС, от Джерома Пауэлла, от прочих представителей американского регулятора, что политика будет соответствовать более высоким процентным ставкам. Но хотелось бы, чтобы это решение, эта риторика ФРС опиралась на соответствующую статистику. Сегодня у нас будет возможность в этом убедиться. Ну а теперь, как и всегда, основной набор инструментов и блиц подведения итогов фундаментальных по активам. Начнем мы с нефтянки, которая уже в одном шаге от 78 долларов за баррель. Трейдеры с небывалым энтузиазмом отыгрывают решение Трампа о расторжении ядерной сделки. Если быть максимально корректными, лучше сказать о выходе США из ядерного соглашения, потому что Соединенные Штаты Америки это не единственный член этого всеобъемлющего, скажем, пакта по вопросу, имеющего очень большое значение для общемирового порядка. Соответственно, трейдеры, как и ранее, делают ставку на то, что если принятые финансовые и экономические санкции подразумевают и запрет еще и на экспорт нефти из Ирана, значит, есть и причины опасаться за потенциальную нехватку предложения на глобальном рынке. Возможно, вчера еще цены получили поддержку на правительственном отчете от администрации аналитической информации. Это классический, собственно, релиз, который выходит каждую среду. И мы подбиваем вместе со статистиками этого ведомства данные по запасам дистиллятов, бензина, нефти, в целом нефтепродуктов. Мы следим еще параллельно за показателями нефтедобычи в США. Так вот, согласно вчерашним данным, запасы нефти снизились на 2,2 миллиона. Это больше, чем прогнозировали эксперты. Запасы бензина также снизились. А вот что касается объема добычи, здесь у нас новый исторический максимум для штатов 10,7 миллиона уже, друзья. Все ближе, шаг за шагом, неделя за неделю. Все американские производители нефти, нефти, собственно, добытчики приближаются к России. И в ближайшее время, я думаю, всерьез могут оспорить лидерство российской экономики по производству нефти. Потому что что-то подсказывает мне, что в Штатах нефти будет добываться все больше и больше. Прогнозы, вы помните, переписываются каждый месяц. Ориентиры тоже по тому, сколько нефти будет добываться под занозы 2018 года. Но мы с вами, скажем, воспользовались рекомендациями многих инвестбанков. Я думаю, что не нужно сомневаться в том, что эти рекомендации более-менее оправданы. Мы с вами ждем 11 миллионов, но это как минимум. Друзья, я думаю, что с такими темпами Штаты непременно темпами роста количества терминалов, вводов в эксплуатацию и увеличения нефтедобычи выйдут на этот показатель. Главный вопрос, который волнует трейдеров сейчас, почему продавцы никак не могут себя проявить? Почему они остаются где-то там в подполье, в тени? Наверное, не имеет значения. Почему нефть беспрепятственно даже с ежедневным, в последние дни открытия с ГЭПом, продолжает восстанавливать свои позиции? И многих волнует этот вопрос еще и с точки зрения того, что если глубже копнуть вот этот факт решения Трампа о выходе из ядерной сделки, фактически ничего в мировой экономике и в расстановке, опять же, сил по поводу того, кто экспортирует, кто импортирует, не меняет. И я хочу озвучить самый главный подводный камень. Он заключается в том, что несмотря на выход США из ядерного соглашения, как вы понимаете и наверняка знаете, я думаю, что уж точно знают те, кто пытался покопаться в просторах интернета и найти дополнительную информацию по этому поводу, что прочие страны, которые являются членами этого соглашения, среди них Франция, среди них Германия, Великобритания, Россия и Китай, такой инициативы США не поддерживают. То есть и намерений выйти из этого соглашения тоже не демонстрировали. Эта решительность этих стран опирается еще и на позицию президента Ирана, который отметил, что фиг с ними США, то есть у них есть обязательства, это обязательства, вследствие которых в обмен на снятие финансо-экономических санкций они гарантировали остановку и, скажем, заморозку ядерной программы, этих обязательств они будут соответствовать и дальше. А поэтому получается, что Штаты в одностороннем порядке вышли из этого соглашения. И, разумеется, мы могли бы сейчас спекулировать на идее того, что мировая экономика не дочитается большого количества нефти по поставкам. Но получается, друзья, что из этой гонки спроса и приложений выпадают только Штаты, а Соединенные Штаты Америки никогда не импортировали иранскую нефть. Ну, хотя, может быть, когда-нибудь совсем давно, до 2012 года, были какие-то прецеденты. Но вот в последние шесть лет ничтожные показатели, если и были, ну, это максимум, на что можно отметить. А лучше сказать, что американские, точнее США, не импортируют иранскую нефть. Соответственно, если бы у нас была возможность говорить о том, что США убедили прочие регионы этого всеобъемлющего пакта, тоже раствор на сделку с Ираном, возможно, были бы более состоятельными, опять же, аргументы, в пользу того, что мы находимся на грани серьезного дефицита предложений. Но как такового, собственно, этого нет. И последние комментарии представителей ОПЕК гласят, что в ближайшее время, если и будут проблемы с предложением, то страны ближневосточного картеля легко смогут увеличить объемы добычи. Я думаю, что это такой кулуарный намек на то, что мы снова можем возвращаться к идее того, что представители иноритического пакта практически в одном шаге того, чтобы начать в меньшей степени уже соблюдать свои обязательства. Когда, друзья, произойдет разворот, это вопрос риторический, но я считаю, что взвешивая вот эти все «за» и «против», понимая то, что решение США без поддержки других участников этого соглашения по АТОМу никакой роли не играет. Думаю, что можно говорить о каких-то предельных уже уровнях. И уже стоит делать акцент на «нефтянку» как на крайне перекупленный актив, основной рост которой был только спекулятивного характера, то есть настроенческого. И стоит только, опять же, произойти небольшим изменением в настроениях, как, собственно, рынок продемонстрирует обвал и мощную коррекцию, на которую мы, собственно, настраиваемся уже довольно-таки давно. Я рекомендую сделку «Селл Стоп» с отметки 77,20 уже в расчете на то, что при проходе данного рубежа цены будут снижаться еще ниже. По рублю в Хасарквите, собственно, ждем последовательной девальвации в соответствии с прежним вектором. И здесь ориентир у нас 65, думаю, что, возможно, в перспективе ближайшей недели мы сможем выйти на этот уровень. Доллар японская иена сохраняет довольно прочное основание для роста. Доллар японской иены восстанавливается, держится сейчас недалеко от этого психологического сопротивления в 110 иен против доллара. Поддержки для американца очень много. Мы вчера с вами говорили о том, что для трейдеров сейчас является очень весомым основанием цены на нефть и прогресс на рынке труда, который позволяет поверить в рост инфляции. Как раз сегодня, как я уже отметил, у нас индекс потребительских цен в 15.30. Это статистика, которая, безусловно, должна поддержать курс американской валюты. По прогнозам, по ожиданиям цифры будут неплохими. И, соответственно, при выходе сильных данных по индексу потребительских цен нужно сразу делать несколько шагов вперед и посматривать уже на вероятность изменения ее повышения процентной ставки 13 июня. Соответственно, при росте инфляции сегодня, 13 июня, ставки будут подняты с вероятностью 100%. И это должно подстегнуть интерес к доллару, потому что первыми на это отреагируют доходности американских облигаций, десятилетние трежерис, которые снова находятся на показателе на отметке в 3%. И фактически такой показатель доходности будет с прежними темпами оттягивать ликвидность прочих рынков, потому что американские облигации – это самые надежные инструменты. А инструменты, которые характеризуются небывалой надежностью, показывают доходность 3%, не заинтересоваться ими просто невозможно. Поэтому у доллара поддержка идет практически со всех сторон. Я отметил в начале этой недели, что казначейство должно разместить облигации десятилетние. Вчера это размещение произошло, и ставка по доходности, по которым удалось разместиться, 2,99 – это максимум с 2014 года, и, наверное, казначейство просто обязано сделать низкий поклон Джерому Паулу, который буквально во вторник перед еще выступлением президента США Дональда Трампа подогрел интерес к долговому рынку, отметив, что ставки будут повышаться практически в формате уже решенного вопроса, и экономические условия на рынке для этого созданы. Доллар и иена, друзья, сохраняем длинные позиции для тех, кто хочет поспекулировать, но ищет более подходящий уровень для покупок. Байлимит – 109.40. Надеюсь, эта точка станет довольно перспективной для входа. Евро против доллара снижается. Здесь сразу можно воспользоваться рекомендацией селлимит с отметки 1.18.90, друзья. Никаких сомнений в том, что европейская валюта будет нести еще большие потери, потому что все эти аргументы, которые мы использовали с вами, чтобы протолкнуть пару ниже отметки 1.20, они остаются актуальными. И я бы даже сказал, что их актуальность еще более возросла, потому что с тех пор, когда мы первый раз обратили внимание на расхождение доходности американских облигаций и европейских, она только усилилась. И чем выше сейчас торгуются американские бумаги, тем меньше интереса к европейским активам. То есть элементарный, скажем, прагматизм, интерес. Деньги будут идти в американские бумаги. Чем больше ликвидности окажется там, тем, соответственно, большую поддержку получит доллар. Против евро действует и статистика. Я думаю, что все последующие отчеты, которые мы с вами будем разбирать до конца этой недели, их не так уж, правда, и много по еврозоне, фактически даже нет. На следующей неделе будет много европейской статистики. Они снова вернут на рынок проблемы, слабости еврозоны, которые сейчас становятся очевидны для все большего круга трейдеров и инвесторов. Надеюсь, что вы оказались в этом круге, который сейчас стремительно расширяется раньше. Вместе со мной осознали те риски, которые имели место быть, например, торгуя длинными позициями. Сейчас приоритет остается за продажами, евро нужно продавать. Новозеландец против доллара. Буквально несколько часов назад у нас было решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. Я вчера рекомендовал вам настраиваться на неизменной ставке и на мягкую риторику. Все как по нотам. Ставка 1,75. Риторика, безусловно, мягкая. Руководство Резервного банка Новой Зеландии подчеркнуло важность стимулирующей политики. Вы помните, точно такие же термины, точно такие же фразы используются и Резервным банком Австралии. Это валюты стран Океании. У них схожая риторика, схожие отношения с партнерами. Да и в принципе их экономики, учитывая факторы роста и причины, основания для роста, они базируются на тех же самых, собственно, одинаковых факторах. Соответственно, по Новой Зеландцу минус 50 пунктов уже по факту решения. Текущие котировки по Новой Зеландцу против доллара 0,6918. Эта ситуация немного могла измениться. Друзья, мы ждем с вами 0,67-0,68, как вы помните. По Австралиицу текущие котировки 0,74-0,69, здесь у нас цель на отметке 0,73. Но учитывая, что сейчас трежерис американский держится выше 3%, ну, скажем так, на уровне 3%, я абсолютно уверен в том, что сейчас вероятность реализации вот этих идей, слабость рисковых активов Австралии и Новой Зеландцы близка к исполнению, к преклонению жизни, как никогда. Доллар, очевидно, растет, и такую тенденцию мы просто обязаны использовать. Британец против доллара. Рекомендую сделку по лимит с отметки 1,3540. Я вообще рассчитываю, что сегодня мы после волатильности, безусловно, все-таки события серьезные, это не просто рядовое заседание Банка Англии, это определяющее событие для британца. Если раньше, посмотрите, рынок обвалился больше, чем на 700 пунктов, только лишь на предположениях, что произойдет с монетарной политикой, сегодня у нас фактические решения. Это не значит, что мы за один день получим схожую динамику, ну, либо усиление, опять же, негативной тенденции, либо роста. Но сегодня может быть знаковый переломный момент, и лично я не удивлюсь, что если британец, отреагировав на жесткую оппозицию Банка Англии, сможет прибавить за день больше двух фигур. Конечно же, такой рост был бы сейчас просто идеален, потому что на фоне такого восстановления у нас появится основание говорить о развитии нового контртренда, который, в конце концов, вернет пару выше отметки 1,40. Большую ставку, может быть, друзья, стоит в этот раз рискнуть, стоит положиться на ожидание жесткой политики. Напоминаю, что Банку Англии нужно сейчас дать рынку сигналы о том, что ставки будут повышаться. Потому что если рынок эти сигналы не получит, то британца утащат гораздо ниже отметки 1,30. При таком ослаблении, то есть за месяц больше 1000 пунктов, это уже серьезные процентные изменения, даже сопоставимые больше не с валютными активами, а с инструментами фондового рынка. Такое укрепление, точнее такое ослабление курса национальной валюты будет идти в серьезный разрез с активностью Банк Англии, пытающегося ослабить инфляционное давление. Если допустить еще большую просадку сейчас валюты, то индекс потребительских цен в Англии снова перевалится в показатели в 3%. И тогда, я даже не знаю, есть ли сейчас что-то более плохое для Англии, чем такой безудержный рост инфляции. Ну, возможно, исключительнейший негатив, который мы еще не получали по Брейзиту. Но пока что его нет. Я считаю, что Банк Англии должен придерживаться проактивной позиции. Нужно сейчас заставить трейдеров поверить британца. И сегодня у них есть для этого все возможности, чтобы намекнуть нам с вами, рядовым спекулянтам, то, что политика будет со временем становиться все более и более жесткой. По сделке я уже отметил. Болимит 1.3540 считает, что подходящий уровень для долгосрочных покупок. Также еще хотел сказать про пару доллар-канадец. Мы снова вернулись к отметке 1.2820. Недолго музыка играла, скажем, на нашей улице. Недостигли мы планки 1.30. Снова откатились и снова вот эта вот поддержка, которая раздражает очень многих. Это уровень магнит для, собственно, данной валютной пары и что будет дальше. Безусловно, мы говорим о том, что произойдет с канадской валютой, опираясь на силу доллара и те изменения, которые происходят на рынке, собственно, черного золота. Судя по тому, что канадец за последние сутки серьезно укрепился, значит, трейдеры делают ставку именно на рост котировок нефти. Но мы на брифинге уже в самом начале говорили, что нефтянка уже на своем апогее. Ну, вы согласитесь, все-таки фундамент он дает о себе знать. И где-то вот это ралли должно сейчас застопориться, и трейдеры оступятся, и продавцы тогда перехватят покупателя оступицы, продавцы перехватят инициативу. Соответственно, канадец тоже начнет довольно быстро терять позиции. Завтра у нас еще статистика по рынку труда. Я думаю, что она ускорит ослабление канадского доллара. Ну, о ней конкретнее мы поговорим уже, собственно, на завтрашнем брифинге. Друзья, на этом, собственно, все. Ждем отчеты в 14.00, которые характеризуют Банк Англии, со всеми параметрами, ставка, прогнозы и так далее. Ждем роста британца и ждем параллельно еще укрепления американской валюты, особенно против японской иены, в свете выхода ожидаемо сильных данных по индексу потребительских цен. Хочется пожелать вам удачной прибыльной торговой сессии, что, собственно, я и делаю. Не забывайте контролировать риски, это всегда очень важно сегодня, тем более это вдвойне важнее, потому что у нас не рядовые будни, у нас день насыщен серьезными событиями, поэтому мы с вами ждем такую же серьезную влатильность. Всего доброго, до свидания.